Всем привет дорогие и дешевые, это долгожданная третья часть стрём или норм по-авакински. Правда я не знаю кто вообще ждет рубрику где я разоряю свой кошелек, но стараюсь и яно верить, что она кому-то нужна. Так что я жду аплодисментов если вам это действительно интересно. Я мое блин, вы что офигели, вы думаете я сама себе не могу похлопать. Ах, спасибо магия монтажа. Итак, даже не знаю с чего начать. Судя по всему локвуды решили что нашли лоха, который покупает любой их набор с большим количеством разных вещей и добавили в игру это чудо. Вашему вниманию донат за 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, я мое. Вы вообще понимаете что можно купить на 10 тысяч рублей, это приблизительно 200 чекенбургеров в макдональдс. 263 доширака со вкусом говядины. 769 килограмм моркови. В конце концов на эти деньги я могу сгонять на выходные в другой город к своему парню, после чего у меня еще останутся деньги, и вы серьезно добавляете в игру донат с такой ценой. Извините, но я еще не настолько поехала кукухой, чтобы покупать для видео пиксели за 10 тысяч рублей, поэтому это будет первый выпуск с трём или норм, где вы не увидите вещи из доната на моем персонаже. Зачем тогда я вообще снимаю это видео? Сейчас объясню. Во-первых, это первый на моей памяти такой дорогой донат в игре именно с предметами одежды и мебели. Во-вторых, для того чтобы вы узнали мое личное мнение об этом предложении в целом. В-третьих, рано или поздно его уберут. А это видео увековечит тот факт, что действительно был донат за 10 тысяч и в будущем люди смогут посмотреть, что в нем вообще было предложено за такую цену. Начнем же наш обзор. На картинке к донату вылазят два чебурека, которые сразу же палят все, что нам дадут в этом предложении. Спасибо за спойлер, чмошники. Первое, что нам предлагают за 10 тысяч рублей, это конечно же игровая валюта. Если бы ее там не было, то это точно было бы полное обдиралово. Надеюсь вы помните наше правило, деньги это всегда хорошо, поэтому этот донат уже получает первый плюс. Только вдумайтесь, 170 тысяч монет, я бы могла докупить себе все оставшиеся крылья в магазине, но к счастью, я еще в своем уме и не купила это предложение. Идем дальше. Нам дарят два предмета мебели, интерактивное зеркало и декоративный велосипед с цветочками. На самом деле не понимаю для чего они вообще в этом донате, реально ни к селу, ни к городу, и я могла бы поставить минус. Возможно это вообще только накрутило цену предложению. Но будем честны, это достаточно приятный бонус, и куда лучше чем ничего, так что мебель тоже получает плюс. Далее я хотела бы отметить, что при покупке этого предложения вы сможете получить эксклюзивного питомца бабочку, похожего еще никогда не было в игре, это очень необычно и интересно, поэтому тоже плюс. Вроде бы пока все хорошо, но не волнуйтесь. Сейчас мы перейдем к предметам одежды. Обзор одежды хочу начать с крыльев. С крыльями как с деньгами, всегда хорошо, и их наличие в донатном предложении приятно. Кроме того они еще и очень красивые, жаль что такие нельзя будет купить в обычном магазине. Далее идут прически. Здесь у меня немного двоякое впечатление, каждый смотрит по-своему, дело вкуса и так далее, но я считаю, что прически максимально провальные, даже если учитывать то, что они типа тематические. Женская прическа как будто не доделана до конца и кажется какой-то кубической, а мужская просто-напросто выглядит петушиной. Не знаю как еще описать. Прически получают минусы. Элементы костюмов выглядят намного лучше и проработание причесок. Мужской и женский верх оба заслуживают плюсы. А про низ, я считаю, даже говорить ничего не надо. Лично я прям обожаю такие костюмы в Авакине, это как костюм оборотня, только новее и неожиданнее. Конечно же плюсы. Также в комплекте идут рога и за них я тоже ставлю плюсы. Переходим к морде лица и здесь ситуация хуже. Краска для лица лесное существо выглядит так, как будто разработчики просто баловались совсем подряд и случайно добавили это в предложение. Что это за хвост стрекозы у глаз и зачем оленю септум? Наверное для меня это навсегда останется загадкой. И я ставлю минусы. Ну и последнее, это глаза. На картинке они вроде бы выглядят красиво, но если смотреть на персонажах, то женские глаза похожи на любые другие глаза из обычного магазина, а мужские просто стрёмные и вдобавок немного косые. Как говорится один на вас другой на Кавказ. Минусы. Подведем итоги. Результаты для мужского и женского персонажа получились одинаковыми. Поэтому скажу, что у нас получается 7 плюсов и 3 минуса на каждый пол. Выходит, что это предложение норм, а не стрём. Но давайте еще раз отметим, что стоит все это дело 10 тысяч рублей. И я уже говорила на что лучше можно потратить такую сумму денег. Так что главным минусом этого предложения является именно его цена. Поэтому я оставляю этот донат на растерзание вам. Вот лучшие комментарии из-под прошлого ролика. Пишите в комментариях свое мнение об этом предложении, оценивайте его, а также пишите просто любые свои мысли. Я читаю все комментарии и лучшие попадут в следующее видео. Всем удачи и до скорых встреч. Стоп, кажется я что-то забыла. Ёб твою мать, Игнат, я же ни разу не дала тебе люлей в этом видео. Думаешь тебе все так просто сойдет с рук? Иди тогда танцуй вместо меня для аутро, говна кусок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok